В лесхозах страны во всё идёт заготовка берёзового сока. В планах за сезон собрать десятки тысяч литров напитка. Большую часть отправят на переработку и реализуют в стране, но есть у берёзовика и экспортный потенциал. Подробности в репортаже Юрия Корниловича. В этом году март настоящий соковик. Берёзовый сок пошёл на две недели раньше обычного, поэтому работать на плантациях лесникам приходится с утра и до вечера. Пока стоит тёплая погода, необходимо собрать максимальное количество лесного напитка. Бывает это одной берозы и по 100 литров, по 80. В Лицском районе сразу несколько лесничеств занимаются промышленной заготовкой берёзового сока. Здесь, признаются специалисты, главный принцип – не навредить. Для заготовки сока в промышленных масштабах используются исключительно деревья, которые достигли своей спелости, а это старше 60 лет. После окончания сокодвижения все они будут спилены и отправлены на переработку. Берёзовый сок – напиток целебный, а в первые дни после заготовки в нём максимальное количество витаминов. Вот и едут местные жители за здоровьем сразу на плантацию к лесникам. Я сам приехал, вот, пожалуйста, увидел, увидел, понравилось, забрал, попробовал, поехал и привёз домой. Каждый год покупаем сок по несколько литров, где-то литров 80, где-то ставим закатки с апельсином, и потом зимой, и летом пьём, и как бы хватает, и каждый год. В этом сезоне в Лицском лесхозе планируют заготовить не меньше 150 тонн сока. Говорят, напиток пользуется большой популярностью не только у местных жителей. За белорусским берёзовиком приезжают даже из соседней Литвы. 50 тонн планируем реализовать населению и 100 тонн реализовать на экспорт. Уже заключён договор с литовской фирмой, и реализация будет производиться именно непосредственно в Литовскую республику. Заготовка берёзового сока в Беларуси продлится ещё как минимум две недели. За это время лесхозы с лихвой обеспечат свежим напитком не только население, но и все перерабатывающие предприятия страны. Юрий Корнелович, Виктор Бака, Агентство теленовостей.